Военнослужащий добровольческого мотострелкового батальона Ульяновск строит храм и мечеть на передовой. По идее командования уже в ближайшее время в позиционном районе подразделения заработают полевые храм и мечеть для верующих военнослужащих. На храмовой стройке вызвались поработать ульяновцы, сменившиеся с позицией на линии боевого соприкосновения на Красно-Лиманском направлении СВО. Мечеть назовут в честь погибшего парня с позывным «Марс». Это будет на земле, будет, ну, мечеть чуть-чуть по-другому. У него маленькая манара будет сверху. И будет, ну, у нас свои правила, там, хакик ставить. Там у нас есть такое название, кибла называется. Это на восток, смотрит на восток мечеть. Ну, будем вот так возводить по закону мусульман. На строительство храма, который будет носить имя святого Георгия Победоносца, дал благословение штатный батюшка. Мы в зоне боевых действий, да, и никто не застрахован от того, что сюда могут быть прилеты. А посему приходится скрываться. У нас, в принципе, разделения-то нет, мусульмане, христиане. Они приходят сюда, точно так же приходили, когда вот стены собирали, все это делали. Мы помогаем им так же, те же, тот же лес мы заготавливаем. Здесь нет разделения на религии, а есть помощь и взаимовыручка. Православные бойцы помогают с обработкой древесины для мечети, а мусульмане укладывают камни для храма. Такая совместная работа только больше сплачивает коллектив и повышает командный дух. Анна Тищенко, Константин Никитин, Улправда ТВ.